Бойцам батальона Донбасса удалось отбить атаку противника, но один военнослужащий погиб. Четверо ранены. О ситуации в Широкино мы спросим у сержанта батальона Донбасса Евгения Шевченко. Он с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Да, добрый день. Евгений, озвучите, пожалуйста, как звали погибшего бойца, откуда он родом? Да, мы приносим соболезнования семье погибшего. Скажите, пожалуйста, каково состояние раненых, нет ли угрозы их жизни? Угрозы жизни точно нет, но тяжелое, достаточно ранение. У одного парня раздроблена ступня. Пока врачи не дали гарантии, что они смогут сохранить ногу, именно саму ступню, потому что там просто каша. Ну, будем надеяться, что сможет там, в принципе, все специалисты, которые там нужны, там подключили. Там сейчас волонтеры также провели большую готовность, если нужно отправить сразу ребяток. Ну, парни, куда нужно, там, если там в Израиль, там, или в любое место, где смогут забрать ногу. Как бы держим на контроле, ждем от врачей сигнал. То есть, в принципе, думаю, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Евгений, есть ли у вас информация, какие потери среди боевиков и какая ситуация сейчас в Широкино? На вчерашний день была информация, значит, они вывезли четырех погибших, четыре двухсотых, и на вечер у них было где-то семь или восемь раненых. Ну, это, по крайней мере, по имеющейся информации. Как за ночь, за утро пока не могу сказать, еще по радиоперехвату не ловили информацию. И, в целом, ситуация, интенсивность стрела снизилась, в атаку они не идут. То есть, так работают артиллерия, минометы, но не так активно, как вчера. Например, вчера, ну, было как ощущение, знаете, у нас там было два дня перемирия, да, работали их небесплотники, они отслеживали цели. И вот они за два дня себе накидали цели, подвезли БК полным ходом, и вчера, как начали работать, весь день был очень плотный огонь, очень плотный. Ну, сейчас более-менее так, ну, относительно, там, ну, по сравнению с вчерашним днем, на более-менее спокойно.